Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Казахстан нанес сокрушительный удар по интересам коллективного Запада. Власти Казахстана продолжают принимать решения, наносящие вред экономическим и дипломатическим отношениям со сторонами коллективного Запада. Позавчера заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ермухамбет Конуспаев заявил о том, что Астана не будет чинить каких-либо препятствий для визита в страну высшего российского руководства, поскольку Казахстан не подписал римский статут. Конуспаев отметил, что на Казахстан юрисдикция Международного уголовного суда не распространяется. На прошлой неделе Казахстан впервые решил присоединиться к совместному решению России и стран ОПЕК о сокращении нефтедобычи. До этого Казахстан игнорировал подобные инициативы, поскольку значительная часть нефтегазовых проектов на территории страны реализуются западными корпорациями. Они в сокращении нефтедобычи и поддержке российских предложений не были заинтересованы. Вчера же издание Bloomberg сообщило о том, что власти Казахстана направили многомиллиардные иски в международные суды ко всем западным нефтегазовым корпорациям, которые ведут разработку казахских нефтяных и газовых месторождений, обвинив их в занижении налоговых выплат в бюджет. Правительство Казахстана сообщило, что западные партнеры в лице британской Shell, американской ExxonMobil, итальянской ENI и французского концерна Total Energies недоплатили порядка 13 миллиардов долларов из-за невыполнения обязательств по соглашению о разделе продукции, добытой в ходе добычи с проекта Кошаган и 3,5 миллиарда долларов в ходе добычи нефти с проекта Каранчаганак. При этом западным партнерам, разрабатывающим месторождение Каранчаганак, дополнительно выписали рекордный штраф в размере 5,1 миллиарда долларов за нарушение экологических норм при ведении работ. Соответствующие иски уже направлены в международные арбитражи в Женеве и Стокгольме. Предположу, что столь огромный объем финансовых претензий к западным компаниям может свидетельствовать о намерениях казахских властей установить государственный контроль над нефтегазовыми проектами, либо сменить партнеров на компании из других стран.